добрый день дорогие мои профессионалы и просто любители красоты своим художник гример и денекина светлана прекрасные модели елена и в этом видео уроке рассмотрим вечерний макияж а макияж эта трансформация конечно же это другой совершенно образ который открываем с вами в девушках женщинах и они кардинально меняются на наших просто глазах при нашем непосредственно участие и данном случае я сделала потрясающую воздушную укладку из текстурных локонов которые вы можете посмотреть в моем предыдущем видео уроке на канале а в этом видео уроке прекрасное классическое сочетание золото и черный цвет на самом деле яркий красивый дорогой макияж и так обо всем по порядку поехали по стадиям например первично все-таки я люблю выполнять сперва прическу укладку а затем уже макияж это объяснимо большим количеством я пользуюсь все-таки укладочных средств которые оседают на лицо и просто хочется протереть лицо мицеллярной водой а потом на чистое лицо уже выполнять идеально красивый макияж а макияж непосредственно начинают с макияжа глаз на века наношу консилер который предназначался под глаза это сэвентин матовый консилер на тон светлее чем своя кожа соответственно он что делает высветляет и задает белый чистый лист бумаги самое главное правило тонким слоем века это движущие пространство которые имеют свойство собираться в складочку и соответственно все что вы толстым слоем нанесете это просто прорежется потом складочки поэтому тонким тонким прозрачным слоем выравниваем цвет века белый лист бумаги делаем затем клиент не должен открывать глаза тут же фиксируем матовыми бежевыми тенями то есть полностью все века прорабатываю матовыми бежевыми тенями по поводу теней для тех кого интересен все-таки экономный бюджетный вариант то это были те самые тени заказаны на алиэкспресс хорошие профессиональные тени которые можно использовать в работе на самом деле прошли проверку очень хорошие качественные но все-таки эконом вариант а для тех кому интерес не эконом вариант а хорошие профессиональные то я вам расскажу о них чуть позже итак нанесла я на века сейчас базу для глиттеров nix на самом деле мою любимейшую базу которую я использую практически в каждом макияже на нее липнет практически все и тени сохраняют свое свойство то течение всего дня макияж не сыпется не скатывается а прекрасно держит стойкость и так нанесла я пальцем полностью прозрачно главной тонким слоем а поверх уже к на эту базу у меня замечательно липнут рассыпчатые пигменты в данном случае это тони тануки очень хороший такой ядреный золотистый цвет а камеры и софит на самом деле еще делает золотистый этот оттенок даже немножечко я бы сказал искажает но в любом случае но очень яркие это все верно покрываю я полностью все века единым монолитным слоем то есть до складочки и не забываем это основа подложка которую мы еще будем прибивать по цвету и соответственно яркость уйдет поэтому клиента всегда успокаивайте что все-таки это вечерний макияж он должен быть яркий но первичные цвета которые мы берем они не всегда в конечном итоге остаются теми самыми то есть которые мы их набираем вот если это считать что это конечный этап макияжа то конечно же ужас а если как этап рассматривать то есть это просто этап в макияже то это нормально это нормы это стадии определенным и так беру я красивый коричневый оттенок то есть теплый соответственно начинаю проработку складки для этого вам понадобится либо кисть круглой как бочонок либо плоская кто чем любит работать и по складке проводим и мягко сводим то есть соединение делаем складки и рассыпчатых золотистых теней чтобы тени во первых растушевали золотистый и переход имели а затем углубление то есть в данном этапе вы создаете уже углубление макияжа если складка явно выражена как у меня то есть глаз в полой получается и кость интенсивно мне уже нависает и дает обозначение что вот здесь вот глаз имеет впалость соответственно я в попалости просто прорисовку делаю если такой интенсивности нет то соответственно в эту складку берете сами прорисовывайте внутреннюю часть глаза опять же я высветляю рассыпчатыми тенями томи таноки освещающие путь и могу сказать что я фанат рассыпчатых пигментов теней потому что с ними очень удобно работать они максимально делают легкими переходы то есть если вы не мастер растушевки вы в начале пути так скажем макияжа то в таком случае вы полюбите рассыпчатые пигменты с ними очень удобно работать и делать растушевки и так следующий этап это подводка подводка в данном случае лайнером для начинающих мастеров всегда советую начинать с тонкой прозрачной и линии которые буквально повторяют линию ресниц затем вы ее начинаете соответственно утолщать и удлинять то есть заходить за линию роста ресниц в данном случае реснички у елены нарощены и в каком-то месте конечно же накладные уже сделанные ресницы нарощены они упрощают потому что у вас уже они есть вам не нужно клеить а в каком-то месте они все-таки усложняют потому что толщина толщина вы не можете пробраться к линии роста ресниц а нужно прокрасить единой линии чтобы она не прерывалась а полностью межреснично вбить линию подводки и обратили внимание я не делаю никаких сильных стрелок то есть я нижнюю линию соединяю с верхней углом и прошлась также лайнером по нижней линии роста ресниц а затем внутреннюю слизистую линию каял я уже обозначаю черным карандашом и наверное нормальный вопрос будет почему я не делала все это дело сразу карандашом потому что я люблю все-таки основу лайнера лайнер более стойкий и не плывет карандаш это жирное средство периодически он просто размывается отпечатывается и не всегда для новичка я повторюсь для новичка то есть для меня не составляет труда но если я все-таки максимально делаю видео урок упрощая и так чтобы вы смогли повторить то я вам советую лайнером обвести он высохнет прекрасно глаза не открываем пока он сохнет а затем уже дублируем карандашом только верхнюю слегка линию и расширяем угол сам карандашом дублирую для чего для того чтобы его растушевать то есть лайнер не растушевывается он высыхает и четкой подводкой остается а вам нужно все-таки линию расширить и создать форму глаз поэтому соответственно я кончик проработала карандашом который тонкой кистью угловой растушевываю в любом случае любой смоки айс это черный глаз черный дымчатый глаз поэтому нам нужно сделать именно черную основу растушевываю карандаш я начинаю добавлять постепенно черный матовые тени тут и я могу сказать что вот эти тени с алиэкспресс они всем хороши у них хорошие пигментации достаточно прекрасно кроющая способность мелкие тонкие дисперсные отличные но у него нет хороший у этой палитры нет хорошего черного оттенка это беда на самом деле многих палит чтобы что они не имеют черного жукового такого глубокого угольного цвета поэтому возвращаемся профессиональной все-таки палетки это инглот инглот если у вас позволяют средства то конечно же наберите себе матовые базовые цвета инглотом то вы будете ей пользоваться просто долгое время и она у вас палочка-выручалочка будет если у вас не позволяют средства докупите отдельно черный цвет черный цвет угольный красивый матовый в любом случае при выборе палетки всегда в магазине тестируйте тестируйте черный цвет потому что это основа основ то есть без черного цвета никогда макияж зачастую не выполняется всегда мы делаем легкую растушевку черным цветом и вот как раз он вам необходим и так а я продолжаю добавлять черный цвет мягко эффектом наложения соответственно у вас есть верхняя складка прорисованные линия подводки и вам нужно дорисовать только угол черным поэтому ничего страшного здесь нет вы эффектом наложения тонкой кисточкой то есть не объемную кисть главное брать а бочонок в данном случае у меня мягкий и я добавляю постепенно черный цвет в угол могу сказать что данный макияж рассчитан только на контур своего глаза то есть за внешний угол я сильно не захожу это не тот вытянутый макияж а все-таки он рассчитан на свою форму глаз практически по ней я прорисовку делаем и так выше уже работаю еще затемняю уже коричневым оттенком еще углубляю больше то есть лучше углубление затемнений делать впоследствии вам таким образом удобнее будет контролировать вот это затемнение нежели когда вы сразу от темного идете к светлым оттенком всегда сложно подобрать вот этот темный насколько он нужен опять же насколько он будет доносить образ потому что не весь темный макияж идет девушкам женщинам иногда он просто придает плюс 20 лет поэтому соответственно мера нужно с темным черный добавила коричневый растушевала и у вас получилась мягкая дымка уходящая в бровь все что осыпалось я убираю мицеллярной водой по этапам на самом деле самая правильная техника исполнения это когда вы все-таки сделаете штрих на одном глазе переходите тут же на другой в данном случае я доделал макияж одного глаза и перехожу на второй потому что работаю на камеру мне не всегда удобно то есть и часто дергать поворотом и тогда вам не видно просто будет поэтому моя техника в данном случае не совсем правильная а говорю вам правильно что рисуем синхронно параллельно два глаза это самый верный путь ваш и так следующий этап наношу опять же поверх тех самых рассыпчатых теней глиттер для глиттеров базу базу который будет основой служить для глиттеров сияния тонким слоем очень важно тут слои потому что это века не забываем чтобы веке у вас от тяжести просто могли открыться и поверх уже на эту базу замечательно липнут глиттеры какие же глиттеры лучше использовать на самом деле самые обычные которые используют ногтевики то есть мастера для ногтей у них их феноменально огромное количество ценовая категория копейки и соответственно вы можете выбрать нужные для себя цвета самое главное из моего опыта на самом деле сильно мелкодисперсные глиттеры не берите то есть они не всегда хорошо на веке смотрится средний такой помол прекрасно ложится и сияет то есть поверх полностью желтых рассыпчатых теней добавляю глиттеры они осыпаются дело в чем что они постоянно будут осыпаться даже потом когда при готовом макияже они все равно сыпятся и от этого избежать то есть но очень сложно зафиксировать прям каждый глиттер на веке к сожалению не получится вы должны это понимать потому что они сыпятся и все равно вот это сияние на коже будет периодически проглядывать как я не убираю как я не пытаюсь все остатки то есть убрать мицеллярной водой к сожалению они будут сиять но это вечерний макияж я считаю что это допустимо то есть сияние все равно это сияние это вечер это какая-то вечеринка это новогодняя может вечеринка в любом случае сияние красиво дополнит образ и после глиттера нужно еще раз дополнить вашу подводку потому что она возможно потеряла ту самую яркость черного цвета поэтому я еще раз беру в руки лайнер и еще раз дублирую подводку и уже буду работать с нижней части глаза то есть нижнюю часть глаз и единственное я проворонила так как я сам себе оператор как всегда каюсь простите мои дорогие мастера и не подсняла этот момент увы я упустила в любом случае с нижней частью глаза я работала все то же самое то есть еще раз сейчас продублирую черным цветом затем черными тенями а потом черные тени растушую коричневым очень важно по поводу коричневого коричневыми тенями я соединила нижние века с верхним в дымку и вот в этом и заключается smokey eyes когда вы делаете темный глаз в круговую очерченной то есть нету разделения нижнего века и верхнего все в единую плавную линию переходит в следующий этап это тонирование то есть я сперва делаю всегда макияж глаз потом все убираю мицеллярной водой все что осыпалось и затем наношу тон база тон и пудрю единственный момент хотела бы сказать по поводу модели дорогие мои мастера и просто любители красоты которые смотрят мои видео уроки моя работа заключается в том чтобы достать все достоинства внешности у девушки женщины и недостатки наоборот скрыть я думаю у нашей профессии смежный у стилистов парикмахеров даже самая задача стрижкой подчеркнуть все достоинства и окрашиванием волос также маникюр делаем для чего чтобы все достоинства только подчеркивали и работал на то что самооценка у девушек у женщин увеличивалась нет грани между обычными людьми и моделями то есть по моей классификации я всегда разделяю на самом деле 10 процентов есть идеальной внешности девушки женщины модельные то есть у них пропорциональные черты лица правила золотого сечения лица на них прекрасно действуют и им все идет они шикарнейшие красивые и как правило на всех мастер-классах сидят модели с идеальной внешностью но но что же делать девушкам женщинам обычным на самом деле которых 90 процентов 90 процентов самых обычных людей с обычной внешностью до порой не всегда идеальной но на самом деле вы же не берете клиентов и не говорите что вы знаете вы обычной внешности я вас не смогу приукрасить и свадебный образ вам нельзя делать потому что у вас глаза не такие нос не такой подбородок 2 нависает щеки и круглое лицо вы не идеальной внешности я не могу вам сделать красоту в этом работа и заключается наша чтобы из обычной девушки сделать звезду понимаете вытащить ее сделать такой акцент на достоинство который переборет и уведет в тень недостаток внешности вы думаете все звезды они такие прям шикарные все сейчас очень много на самом деле фотографии видео показывает что звезды самые обычные люди понимаете я работала в кино на телевидении работаю в данном момент и когда тебе приходит нюша садится и ты ее путаешь я подумал что совершенно другой человек ко мне сел приходит девочка в юбочке с пучком на голове вы знаете я хочу смоки и так смотрю думаю должна прийти нюша звезда а сидит у меня обычной девчули просто девчуля то есть я ее не узнала я и не узнала без макияжа без образа когда мы сделали феноменальные локоны огромные кудри начес смоки пожалуйста она отдел концертное платье это бланюша это уже звезда и то же самое с обычными людьми давайте делать из обычных людей звезд вот это первичная наша с вами задача стилистов увидеть и достать звезду в каждой девушке женщине и поверьте когда она уходит от вас сияющим блеском глаз не замученные мамаши который пришла в данном случае у меня пожалуйста елена мама двоих детей как вы думаете когда на руках маленькие дети как будешь выглядеть естественно обычно обычно даже обычно не то слово но вы поняли когда мама не выходя из дома занята просто домашними делами я думаю у меня женский канал и все это состояние понимают и когда вы из мамы самой обычной домашней мамы делаете шикарную красотку и она уходит от вас сияющим блеском глаз и говорит что вот это самое я который внутри меня сидит но не может к сожалению выйти потому что некуда особо выйти и когда предстоит такой случай когда вам нужно на особый случай жизни украсить девушку то вы пожалуйста прикладывайте все ваши возможности все ваши силы а я вам буду в этом помогать и так между делом я сделала коррекцию лица обратили внимание коррекция не настолько сильно не всегда я люблю сильно впалые щеки не всегда они нужны поверьте мне то есть подчеркнутые скулы жесткой прорисовкой иногда очень сильно грубо делают лицом поэтому у меня очень сильный акцент в данном случае на глаза глаза это зеркало и я хочу чтобы они просто все внимание брали на себя несмотря на то что у меня накладные ресницы не всегда люблю с ними работать дополнительные нарощенные то есть я имела ввиду и поверх своих нарощенных ресниц я добавляю кое-где все равно пучки потому что у лены 12 миллиметров максимально нарощенные реснички а при данной яркости макияжа и увеличенном глазе прорисованном хочется добавить чуть длиннее поэтому 13 миллиметров реснички я беру удлиняю то есть уголки внешний глаз на удлинение работаю поверх приклеиваю своих нарощенных ресниц и затем еще прорисую то есть тушью обязательно пройдусь по концам для тех самых мастеров когда возникает вопрос что же делать с нарощенными ресничками в процессе вы их делали они покрываются соответственно пудрой тенями обязательно я предварительно тонко щеточкой прошлась прочесала все тени осыпавшие скинула с ресничек и еще раз тонким слоем прокрасила может быть это неправильно но я люблю все-таки акцент на реснички делать поэтому в данном случае я даже по нарощенным прохожусь слегка тушью и много раз говорю что есть два типа визажистов которые любят сперва брови рисовать и которые любят брови рисовать в конце макияжа я отношусь ко второму типу когда люблю макияж все-таки полностью сделан пудры я уже не работаю не тонирую и я рисую спокойно брови которые уже не запудрится останутся своем первозданном виде и основной все-таки еще как бы акцент делаю на этом после потому что у меня есть форма глаз то есть форма глаз и бровь они должны быть едины и линии прорисованы очень важно бровь и чтобы не шла более прямой линии глаз у вас более округлой линии то есть все равно линии должны идти динамично и параллельно так скажем поэтому соответственно у меня макияж глаз выполнен не вытянутый глаз соответственно я и не рисую вытянутую длинную бровь она здесь ни к чему просто первичную основу формы я прорисовала лайнером для бровей а затем уже добавляю мягкую рассушевку тенями тени какие же тени лучше использовать для бровей на самом деле обычные можно плотные хорошие базовые тени для глаз использовать также для бровей просто рынок настолько сейчас насыщен что хотят продукты создавать для каждого то есть отдельно для отдельно для бровей для глаз все по отдельности но если у вас есть допустим хорошие базовые палитры инглоты то там матовые плотные оттенки для глаз прекрасно также подходит и для бровок по периметру бровей я прохожусь всегда корректором плотным корректором стиковым который задает конечную форму брови и можно хорошо отчетливо увидеть насколько бровь меняет взгляд форму лица то есть бровь это все-таки основа основ которую вы должны также тщательно прорабатывать как и форму глаз потому что это единая линия в макияже ну и тут важный аспект такой клиенты клиенты как захотят так и будет да друзья дорогие мои профессионалы к сожалению многие клиенты хотят не ту самую бровь которые им идет но кто платит тот и заказывает музыку не всегда они нас слушаются к сожалению это такое правило также есть макияже обычно есть два пункта когда все-таки акцент делается либо на глаза либо на губы в данном случае у меня глаза глаза очень яркие соответственно губы я делаю нейтрально нюдовые просто блеск и для полной трансформации конечно необходимо работать с волосами потому что волосы и макияж прическа укладка это все единое взаимосвязанное целое для полного образа поэтому елена вот такой вот красивый текстурный эффект волос я и сделала и макияж яркий макияж который прекрасно трансформацию делает акцент очень феноменально сильно на глазам то есть золотистый смоки подчеркивает углубляет глаз и создает такой вот чарующий эффект как вам такой образ нравится не нравится обязательно пишите свое мнение в комментарии внизу если у вас остались вопросы вы также задаете их внизу в комментарии или в личку предварительно добавить меня друзья а укладку смотрим в предыдущем моем видео уроке проходим по ссылочке а если вы хотите написать мне лично то это вы можете сделать в контакте в личку предварительно добавить меня друзьям а в инстаграме все мои короткие видео уроки смотрим поэтому добро пожаловать ко мне в инстаграме с вами была художник гример денекина светлана прекрасная модель елена надеюсь вам видео урок был полезен это самое главное благодарю всех за просмотр всем пока